Продолжая эту мысль, вот та специальная военная операция, которая идет сейчас на бывшей Украине, Украины больше нет, ее такое больше не будет, как было, там проявился очень интересный, важный и глубокомысленный момент. Когда наша армия проходит через ту или иную территорию, которая раньше была нацистско-бандераской, в силу того, что наша армия антифашистская, она ломает, проходя не только государственные, но и социальные институты. Она просто ломает все, потому что все, что там было, от муниципалитетов до школы кислей, включая музыкальные и спортивные, это все пронизано духом бандеровщины. И по большому счету, особенно в тех, скажем, это Херсонская область, Запорожская, Донецкая бывшая область, то есть за собой русская армия оставляет голую степень, несмотря на то, что там есть города и люди. Это чистая доска того раз. Такого не было последние 80 лет в нашем опыте. Потому что, и даже, я думаю, на первом этапе планирования этой операции предполагалось, что мы пройдем, а те администрации, которые там были, они начнут с нами сотрудничать, и просто переделываются, перекрасятся, переродятся, в лучшем случае. А точнее, переназовутся, скорее всего. И так вот это как-нибудь все и останется, мы пойдем дальше освобождать от нацистов земли Малоруссии и Новороссии. Но оказалось, что не так. Оказалось, что все эти структуры социальные вживлены в тело, и их надо ломать, ломать силы, что, кстати, замедляет. Но тут же возникает вопрос второй. Хороша русская армия оставила за собой чистое поле. А что там? Возникает вопрос, а что мы несем с собой? Мы же должны на это чистое, свободное пространство принести что-то свое, предложить людям. Те же самые социальные институты, государственные, культурные, образовательные. Ну, самый простой пример, да, смотрю на наше Министр просвещения, диву даюсь. Где он был до этого? На Луне, что ли? Наши солдаты принесли ему учебники из украинских школ. Ты, Министр просвещения, ты не мог год назад попросить, тебя бы прислали? Нет, должны солдаты принести, с боем их взять. И он их читает. И удивляется. А кто еще удивляется? Да мы об этом знали 20 лет. Записки писали на мир безостановочно. Я в пятом году, мой товарищ в шестом году.